А сколько лет вы отработали? На заводе я отработал 22 года. И перезвездная травма, а мазиль. А кем вы работали? Электром работал, там, это, вахтером работал, пожарником работал. Кем только не работал. 21 сентября суд вынес после меня социальный наим. 1 сентября 2017 года? Да, 2017 года Бондарова решение принято правильно, да? Судья районного судья. Чертану, что правильно это что? Это она отдала, что там, в 2014 году, когда меня здесь не было, они незаконны, вместе со мной квартира полностью приватизировали. Амозиль, да? Амозиль и ТЗЖ, там же рабство взяли. Ничего себе, квартиру вашим приватизировали, вместе с вами, да? Да, вместе с вами, вместе с моим ребенком, в том, что мы прописали. Скажите, а вот 11 апреля у вас отключили электроэнергию, а еще что-то, ну, из коммуникации отключалось? Коммуникации несколько раз отключали туалет, а потом у них там что-то произошло. Канализацию? Да, 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 канализацию там тоже все. Ну, кажется, с ним мы не можем... А вы жаловались вообще? Мы жаловались, да, наши жаловы никто не смотрит. А куда обращались? Районный прокурор обращался, районный прокурор сказал, идите другую, отписка добавляет. Угу. То есть все на уровне отписок? Все, да, 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 это отписки, все наши никто не смотрит. А вы единственная семья здесь вот так проживается, без электричества? Вот я смотрю... Нет, не много. Видите? Вы знаете, писали прокуратуру городскую, генеральную прокуратуру, Путину, Собянину, Чертановской, везде. И нам пишут в ответ, дом Зиловский, кого хотим, того поселим. Что за ответ? Везде нам пишут. Отписка! Отписка нам, да, все. Мы сейчас видим наглядно ситуацию, о которой мы многократно говорим. Это не единственный дом в Москве и Российской Федерации, где поступают с гражданами именно так. То есть людей заселили еще до ведения в действия жилищного кодекса, а точнее в 90-х, 80-х кого-то годах, в общежития. Затем эти общежития должны были быть ликвидированы и переведены в муниципальную собственность. И город должен был обеспечить гражданам переселение в новые квартиры. По факту. Вот как состоялось переселение. Люди проживают в данных жилых помещениях без даже электричества. Документы от них сокрыты. И я считаю, что это просто чистой воды геноцид этих семей. Вынуждены семьи разделяться. То есть человек вынужден был жену, детей отправить в другое место жить, потому что здесь невозможно жить. Я вот нахожусь здесь, мне уже здесь некомфортно. Как можно жить без электроэнергии? Это полный абсурд, это стресс. Вламываться в квартиру может кто угодно. Дом просто-напросто продали. Продали АМОЗИВУ. Это незаконная сделка. Конечно, должны возбуждаться уголовные дела. Генеральная прокуратура Российской Федерации должна отреагировать, потому что это происходит массово. Сейчас мы поднялись на девятый этаж. Это ваш дом, Чертановская, 43, корпус 2. Находимся сейчас в квартире 142. Меня зовут Аллах Вердив Шарим Курбанану. Я с 89-го года работаю на заводе имени Лихачево. Получил эту квартиру. Поселился в этой квартире. В этой квартире никто не жил. В большом комнате. Здесь время не жило. В маленькой комнате. Я когда поселился, спустя два года, в 19-м году, я через суд выиграл большую комнату. Получились в месяц на собственном. Да, через письмо. Также в маленькую комнату. Хатататаси мне разрешили занять эту комнату, что я буду платить ежемесячно. Они считают, сколько месяцев. У меня есть где-то справка. Я платил, платил. И потом где-то в 15-м году я уволился с одного цеха, перевелся на другой цех. Спустя месяц. С моим месяцем мне отключили свет. С 15-го года. С 15-го года. С моим месяцем мне отключили свет. Я потом... Это было... Я платил 16-го декабря, 16-го ноября-декабря. И 17-го года я в феврале-марте платил. В этот году. Но все равно они мне отключили. Мне они подали суд. Маленькую комнату я проиграл в суде. Но я потом... Адвокат мне, знакомый, позвонил. Сказал, что это незаконно все сделано. Давайте мы обжаловываем. Ну, я обжаловал этот суд. Этот суд остановили. Они приговорили, что не отправлены ко мне. И не будут отправляться, потому что обжаловывают этот суд. И я еще, кроме этого, еще жалобу написал. В Верховный суд и на ДЖЖ написал. Увидимление, что скоро я хочу, чтобы у меня дома был свет. Что незаконно отнимают у меня маленькую комнату. Сколько по времени уже отключено электричество? С моим месяцем. С мая вот этого семнадцатого года. Семнадцатого года. Почти год уже. Да. В мае где-то двадцать восемь, мне открутили свет. А как у вас дети уроки делают? Как у вас вообще? Уроки внизу, соседи. Зарядку соседей берем. И она там где-то на посте работает, опять спускаемся, телефон заряжаем. Ну так, телефон все равно ватсап нет, все равно, чтобы дети там играли. Уроки сделали, холодильник не работает, молоко выпили, поспали все. Что еще хотите? Магазин не пойдешь, мясо, холодильники не будешь держаться. А в данный момент у вас, я так поняла, одно решение по комнате в апелляции, в обжаловании, да? Мне не только одна комната, я и все комнаты, все квартиры. Кроме этого еще квартиры. Здесь вот у меня такой комментарий. КСЖ, по идее, должен обслуживать дом, должен обслуживать обеспечение, в том числе электроэнергии. В данный момент от электричества отключены многие квартиры, якобы за неуплату. Но что мы можем сказать? Что оплата как раз таки производится им как собственникам за комнату регулярно. И он как собственник не может получать электроснабжение. Здесь налицо то, что КСЖ не выполняет свои функции, положенные по закону, и нарушает закон в отношении граждан. Люди вынуждены наносить ущерб своему здоровью. КСЖ их к этому понуждает. Именно КСЖ сегодня вредит здоровью детей данной семьи. Потому что что такое делать при малом освещении уроки? Ну, всем известно, там, люди, которые знакомы, что такое со свечкой делать уроки. В частности, у меня в детстве это было, когда электричество давали по часам. Поэтому зрение портится, и мы будем подавать в прокуратуру, в МВД, соответственно, сообщение о преступлении. Мы с вами сейчас увидели еще одно жилое помещение, а точнее мы увидели судьбу людей, еще одной семьи, которым приходится выживать. Хотя отработав десятилетия на заводе, они должны были бы уже жить давно в новой благоустроенной квартире, как положено по закону. Вот государственная программа жилища. В итоге появляются собственники на их квартиры, творят беззаконно, делают все, что хотят. Людей взяли в рабство. Самым простым образом. Нет такого закона, что отключать в себя весь суд. Да, без судебного решения. Беззаконно. Сейчас мы находимся на пятом этаже. Номер квартиры какой? 125. Это все улица Чертановская, 43, корпус 2. Расскажите о себе, об этой квартире, где мы сейчас находимся. Матом Илья Адимов, Марат Каримович. Я в этой квартире, 125, проживаю на протяжении 35 лет, не меньше. 11 декабря 2017 года я в суду игры, это означает, на основании решения о заключении договора социального мема с городом Москва, в лице, департамент городского индустрия. 11 декабря 2018 года вступил в силу, вот это решение, до сих пор я могу пасть себе домой. Поэтому квартира однокомпанная. Как давно вы проживаете в этой квартире? 35 лет уже? Да, на протяжении 35 лет. По всем документам. А заселялись вы на основании чего вообще? Вы работали где-то? Да, на основании приказа, постановления по заводе Мельхачева. Это был январь месяц 85-й год. Оказалось, что вы находитесь под другую сторону двери квартиры. Почему вы не внутри? Ну, что произошло? Ну, они сейчас поджог устроили в квартире специально. Я здесь проживал не один, у меня уже были соседи. Один сосед переселился в другую квартиру, второй умер. До сих пор я живу как бомж на улице. Хотя я имею любого... То есть, сгорела квартира, а другое вам жилье не предоставили? Не предоставили. Скажите, а в каком году произошел вот этот вот случай с пожаром? В 2016 году в декабре месяце. Два раза они подожгли. Два раза. То есть, вы уже больше года фактически находитесь в доме? Ну, живу у людей. То есть, у своих знакомых, хороших людей. Понятно. А сколько комнат там в квартире? Одна. Однушка, да? Однушка. Такая вот ситуация. Человек, являясь ветераном труда, инвалидом третьей группы, пенсионером, сегодня вынужден в суде доказывать свои права на жилье, в котором прожил 35 лет. Я уже доказал. И он, слава Богу, разрешился вопрос положительно в районном суде. Но Амазил, не стыдясь, подал апелляцию. Сейчас будет обжалование данного решения.